Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой мужчина предложил расстаться. Причина расставания, по его мнению, сложит то, что он плохой человек, ничего не может, я с ним пропаду, ничего хорошего в будущем не будет. Надо сказать, что он эту причину называл и при прошлых уходах, он уже уходил три раза. В прошлый раз даже случился официальный развод. Сейчас мы даже не успели официально опять расписаться, неделя осталась за Роспис, и он опять расстаться хочет. Говорит, что хочет остаться с друзьями, хочет помочь мне с нашим общим кредитом, найти мне для съема квартиру, помочь переехать, если получится, на пару месяцев оплатить. Я пытался более точно обсудить проблемы, он ничего толком сказать не может, только то, что с ним хорошую жизнь я не увижу. У нас на протяжении долгого времени финансовые проблемы, из которых пока не получается вылезти. Кстати, сказал, что когда остынем, может даже встретимся, и он скажет мне свои минусы. Я на это ответил, что идеальных не бывает. Странно, что совсем недавно супруг нашел новую работу. Вот через месяц должен был устраиваться, мы много планировали наше будущее. У новой работы много плюсов, в том числе связанное с жильем. Это тоже наша проблема, жилья собственного нет. Также планировали переезд, мой будущий декрет, супруг искал мне новую работу, обзванивал всех своих знакомых из того города, планов было много. Буквально недели три назад строились эти планы бурные. А тут случилось такое. К слову сказать, он стрима возвращался примерно через три месяца до этого и говорил, что не надо было отпускать, что оба виноваты. Надо добавить еще то, что в нашу жизнь ворвалась опять его мама. У них странные отношения. При знакомстве она мне сказала, я его рожала для себя, он мой всегда будет моим. Я с предыдущими разводила и вас разведу. Она воспитывала его одна с самого детства, привела ему вину перед собой, что она его родила, кормила, одевала, сперен и должен все, что ей угодно. Она его даже при ссорах едой попрекает. Слово она добрых не говорит, только оскорбляет, унижает. Унижает, честненько говорит, лучше бы я тебя удавил, медунок. В детстве он бегал из дома, а в детстве у него дергается лицо, лоб, брови сами по себе. Они-то ссорятся, то мирятся, и каждый раз, когда они мирятся, мы расходимся. В другой год мне причину называлось, что ему не потянуть на своих, маму и меня. Сейчас они опять помирились, он ей жалуется на меня, рассказывает о наших проблемах, она в свою очередь рассказывает об этом, обо всем на улице знакомым. Сегодня сам плохой, припел с ней, как подбитая собака, я плохая и все в этом духе. И вот опять 25. Совсем недавно мы планировали будущее, а сегодня он хочет разойтись. Не могу это принять. Как можно строить планы, говорить, что любящий, через короткий промежуток времени хотеть расстаться. Не понимаю, отпустить или биться за него. Встречались один год, в браке три года, в разводе полгода. Хочу сохранить союз, что делать не знаю. Ну, наверное, если я спрошу вас, что делать, чтобы что, вы, наверное, затруднитесь ответить, потому что непонятно, что делать. Есть мужчина, у которого есть такая особенность. Это неуверенный в себе человек, да? На которого, на самом деле, нельзя, судя по всему, положиться. Да? То есть, который меняет план. Ну, быть может, боится этих планов, быть может, боится ответственности, быть может, что-то еще, да? То есть, вариантов там довольно много, может быть. Вот. Но важно, немножко другое. То, что у меня сложилось такое впечатление, что вам такую его особенность принять сложно. Как будто бы. И не то, чтобы вы особенно должны это делать. Принимать его. Я имею в виду. Вы, на самом деле, ну, не должны. То есть, если вам, к примеру, не хочется, да? Если вы как-то вот считаете, что нужна какая-то стабильность, да? Если вы ну, условно говоря, настаиваете на этом, да? Настаиваете на том, что стабильность нужна, то само собой что право это ваше. мы с этим спорить ну, не будем. Это бесполезно, это это бессмысленно и в общем и целом как бы, ну такова ваша позиция и, на мой взгляд, это вполне справедливо. Это справедливая позиция. Справедливо. вам для начала на мой взгляд надо определиться с тем как вы относитесь к тому, что муж вот такой и увидеть для себя историю про то, на чем базируется грубо говоря то, что вы называете непониманием. То есть, вот ну вот если вы говорите, да, что вот я не понимаю, да, я не понимаю, как так, ну как так может. Вот. На чем это базируется? То есть, это разница в ценностях, это какая-то злость ваша, это какой-то страх, это что? То есть, вот то, что вы не понимаете. Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд постараюсь, исключительно только, на мой взгляд, а ситуация заключается в том, такая вот, что вас это как-то задевает. Вас задевает его поведенческая модель. Возможно, вы принимаете это на свой счет. Возможно. опять же, возможно. Я не знаю сейчас, насколько это правда, да, и понятное дело, что могу ошибаться, но тем не менее. Вот. Вы как будто бы принимаете на свой счет то, что человек ну, так себя ведет. И мне кажется, что в этом смысле ваше желание как-то вот вернуть отношения с ним. на мой взгляд, повторюсь, связано именно с тем, что вы хотите ну, как бы компенсации. доказать, что ли, да, вот, что что он не прав, например, вы хотите доказать, что на самом деле это неверно, то что он, грубо говоря, он думает точно читать, но в том числе про вас, и вы как бы нуждаетесь в компенсации, как мне кажется, как мне то, что, ну, то, как он себя ведет, то эта история про проста я писал, как, как, ну, как минимум. Это история про то, что я вам озвучил. Дальше, вы описываете, ну, как бы его, вы говорите про него, вы говорите про то, что он, вот, там, такая история у него, да, вот, ну, сложная, то есть, там, непростое детство, да, и, ну, тяжелые, тяжелые отношения с мамой и прочее, вот, это реальность, на мой взгляд, это реальность, в которой вы живете, это та реальность, в которой вы находитесь, очень важно это понимать, что это реальность, и, опять же, вам нужно здесь выработать свое отношение к этому, когда вы относитесь к реальности, что мой мужчина не самостоятельный, ну, вот, просто вот, он не самостоятельный, как вы к этому относитесь, да, как вы это воспринимаете, что ваш, ваш мужчина не самостоятельный, эээ, ну, не знаю, может быть, вы надеетесь на то, что он станет самостоятельным, а если нет, а если нет, вот, как, эээ, мой коллега, эээ, Кудрящов Игорь Леонидович сказал вам, что тогда, то есть, вы, вот, хотите сохранить союз, но что вы в это вкладываете, что вы вкладываете в то, что хотите сохранить союз, с ним имеется в виду, эээ, вот, это очень важный момент, как мне, как там, ну, как-то, вот, привязанный, да, есть ощущение, что, возможно, возможно, вы от него зависите, вот, есть ощущение, что вы не свободны, не свободны, есть ощущение, что вы не свободны, вот, есть ощущение, что вы самостоятельное решение, оно не принимается, есть такое ощущение, по крайней мере, то, что вы описываете, очень сильно на этом указывает. Соответственно, в начале вам желательно сформировать, эээ, для себя, эээ, позицию, вам нужна позиция, ну, ну, ваша позиция, ваша собственная позиция, нужна, нужна. Это первое. Вот, а дальше уже, я думаю, вы, эээ, смогли бы, эээ, решить для себя, как вам действовать дальше, потому что, как правильно указали вам мои коллеги, и, опять же, в частности, Кудрышёв Игорь Леонидович, что, эээ, человека вы не измените, вот. Это невозможно сделать, невозможно человека изменить, особенно, если его все устраивает. Возможно, эээ, было бы лучше, было бы лучше, если бы вы, эээ, спросили, у него, эээ, вот, эээ, ты вот так вот приходишь, уходишь, ты считаешь, ты плохой, эээ, как тебе это? Ну, ну, вот, ему самому как? Как, как, как ему самому это? Быть может, эээ, если бы он начал, эээ, работать над собой, да? Ну, быть может, быть может, быть может, если бы он начал над собой работать. Если бы он сказал, что готов начать, например, психотерапию, да, и так далее, вот. А, то, возможно, это бы дало какой-то, эээ, какую-то, эээ, какую-то возможность, эээ, вашим отношениям, эээ, вот. Сейчас, эээ, сейчас, эээ, сейчас же, на данный момент вам надо определиться со своими приоритетами. И, эээ, ставить, эээ, человека, перед, эээ, этими самыми приоритетами. То есть, просто, ээээ, ставить человека перед, эээ, ну, перед фактом. Что, вот, я хочу вот этого, вот этого, вот этого, я хочу вот этого, вот этого, вот этого, вот как бы всё. Это необходимо. На мой взгляд, опять же, повторюсь, на мой взгляд. Ээээ, по моему мнению, это вот так. Так выглядит. И вот, эээ, подумайте, подумайте, пожалуйста, вот. Подумайте о том, для чего вы, например, эээ, поделились с нами вот этой информацией о том, что говорит ему мама. Эээ, 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 ээээ, ээээ, ну, просто, просто вот, эээээ, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ того, что вы сказали. Я думаю, что это будет не сложно, не сложно это будет увидеть, по крайней мере. Ну там всё, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго.